В Великобритании создадут крупный водородный авиалайнер. В компании Electric Aviation Group приняли решение сделать перспективный самолет H2 RA водородным. Это сдвинет его предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию. Британская компания Electric Aviation Group выбрала для своего будущего пассажирского самолета H2 RA силовую установку на основе водородного топливного элемента. Концепт гибридного авиалайнера, рассчитанного на 70 пассажиров, британцы показали в прошлом году. Конструктивно он представлял собой высокоплан, оборудованный удлиненным крылом и двумя килями. Машина должна была получить четыре электрических двигателя, два из них оснащены винтами большего диаметра. Предполагалось, что вести самолет в эксплуатацию можно в 2028 году. Изменение концепции и выбор в пользу водорода приведет к тому, что прежние сроки соблюсти не выйдет. Самолет могут начать эксплуатировать не раньше 2030 года. Нововведения могут показаться странными, однако, по мнению генерального директора и основателя Electric Aviation Group Камрана Икбала, они максимально отображают тренд на снижение вредных выбросов. Окончательное решение об облике новой машины еще не приняли, а кроме того, не объявлены ключевые поставщики. По словам гендиректора компании, концептуальные изменения проекта маловероятны. Предполагается, что самолет будет летать со скоростью 360 узлов, это 666 км в час, и иметь дальность полета как минимум 1200 морских миль, это 2220 км. О создании водородных крылатых машин в последние годы все активнее говорят на Западе. Летом стало известно, что компания H-2 Fly и Deutsche Aircraft решили объединить усилия по созданию водородного самолета, рассчитанного на 40 пассажиров. Первый полет демонстратора технологий ожидают примерно в середине десятилетия, а коммерческий авиалайнер хотят получить к 2030. Предполагается, что самолет получит дальность полета более 1800 км. Крейсерская скорость составит 520 км в час. У создателей большой опыт в этом деле. Ранее H-2 Fly создала водородную крылатую машину Хай-4, в основе которой электрический самолет Пипистрел Торос Электро УДЖИ-4. Отметим также, что ранее внимание общественности привлекла демонстрация компании Airbus концептов водородных авиалайнеров, выпуск которых могут начать примерно через 15 лет. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok